В Казахстане принято решение отказаться с 1 января 2016 года от регулирования цены на хлеб и перейти к рыночным механизмам ценообразования на хлебобулочные изделия. В результате, по предварительным прогнозам, стоимость социальной буханки хлеба с нового года вырастет в среднем на 10 тенге. Как считают в Минсельхозе, это будет та самая реальная цена на хлеб, которая поможет создать конкурентноспособный рынок, при этом будет позволять зарабатывать производителю, не нарушая интересы потребителя. Но это вовсе не значит, что за ценой на социальный хлеб перестанут следить вовсе. Во многих регионах будут срабатывать механизмы антимонопольного характера, то есть монопольное законодательство будет срабатывать, то есть где есть монополисты или же есть где доминанты рынка, там цены будут, конечно, административным путем еще регулироваться, чтобы обеспечить ту разумную рентабельность для производителя, чтобы он своим монопольным положением не воспользовался на рынке. Как отмечают в Министерстве сельского хозяйства, на сегодня в хлебопроизводстве отсутствует конкуренция. И если государство и дальше будет субсидировать это направление, то она и не появится. По данным главы Минсельхоза Солжана Мамыдбекова, за 10 месяцев этого года из бюджета республики на субсидирование хлеба было потрачено 11,5 миллиардов тенге. Норматив субсидии на тонну пшеницы у нас сейчас составляет 5000 тенге. С 1 октября она снизилась на 2500 тенге, а с 1 января она сведется к нулю. Но в некоторых регионах, где фиксированная цена еще далека от рыночной цены, они еще продолжат субсидирование, то есть эта мера будет производиться из местного бюджета. Кроме этого, тех, кто находится за чертой бедности, обещают поддержать. Со следующего года будет увеличиваться адресно-социальная помощь для категории граждан, по семейному бюджету которых повышение цены на хлеб ударит существенно. Таких получателей в нашей стране 36,5 тысяч человек. Но даже если взять гипотетически, что этих получателей будет миллион человек, то цена вопросов в год составит примерно около 2 миллиардов тенге. То есть это существенно меньше, во-первых, и во-вторых, гораздо социально справедливее. Что касается цен на другие виды хлебобулочных изделий, то они не поднимутся, считают в Министерстве сельского хозяйства. А свободное ценообразование на хлеб первого сорта, кроме всего прочего, поможет улучшить качество производимой продукции. Дмитрий Гуренко, Евгения Финко, РТН